Здравствуйте, дорогие друзья! Пятиклассники и пятиклассницы. Мы продолжаем с вами изучение русского языка и литературы. Итак, мы знакомы с вами с второстепенными членами предложения. Мы изучили с вами дополнение. Помним, что оно отвечает на вопросы косвенных падежей. Изучили определение. Оно отвечает на вопросы какой, чей. Сегодня нам предстоит познакомиться с обстоятельством и узнать, на какие вопросы будет отвечать обстоятельство. Итак, тема урока. Запишите, пожалуйста, в тетрадочке «Обстоятельства». Сегодня мы вспомним, что такое обстоятельство, на какие вопросы оно отвечает, узнаем, какими частями речи чаще всего бывает выражено, научимся находить обстоятельства в предложениях и употреблять их в речи. Сначала понаблюдаем. У нас есть предложение. Прилежный ученик слушал учителя. У нас есть определение, которое отвечает на вопрос «Какой?». У нас есть подлежащее, то есть кто у нас выполняет действие. Есть сказуемое, то есть мы знаем, что ученик делал. Мы знаем, кого слушал учителя. Есть у нас дополнение. Если мы хотим узнать обстоятельства, в которых всё это происходило, то мы должны задать вопрос «Где?» и «Как?». И тогда у нас получится следующее предложение. Прилежный ученик слушал учителя на уроке внимательно. Зададим вопросы от сказуемого. «Слушал где?» «На уроке». «Слушал как?» «Внимательно». Эти слова и будут у нас обстоятельствами. Выполните такое задание. Распространите предложение, используя вопросы. У вас внизу есть слова для вставки. «Посиди да погоди. Сказка будет где?» Черно-бурый медвежонок про себя ворчит «Как?». На зелёную полянку вышли мишки «Когда?». Просыпается петух, говорит с собой «Как?». Испугался вдруг щенок и пустился «Куда?». «На утёк». Дополнили предложение словами. А теперь проверьте. «Посиди да погоди. Сказка будет где?» «Впереди». Черно-бурый медвежонок про себя ворчит «Как?». С просонок. На зелёную полянку вышли мишки «Когда?». С позаранок. Просыпается петух, говорит с собой «Как?». Слух. Испугался вдруг щенок и пустился «Как?». На утёк. Мы с вами видим, что действие происходит при каких-то обстоятельствах. Вот в этом и заключается роль такого члена предложения, как обстоятельства. На какие вопросы отвечает обстоятельство? Вопросы, такие как при допросе, то есть вопросы-обстоятельства, они такие, как будто бы стражник стоит и задаёт нам вопросы. «Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?», «Как?». Лучше всего вопросы-обстоятельства запоминать именно в таком порядке. Они звучат, как стишок «Где?», «Когда?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Зачем?» и «Как?». Итак, запоминаем обстоятельства. Это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Когда?», «Зачем?», «Почему?», «Как?». Итак, запоминаем. Обстоятельства – это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Когда?», «Зачем?», «Почему?», «Как?». Обстоятельства обозначают место, время, цель, причину, образ, способ совершения действия. Обстоятельства обычно выражены наречием или существительным в косвенном падеже. Обстоятельства подчеркиваются в прерывистой линии с точками. Обстоятельства часто бывают выражены наречиями. А что такое наречие? Возможно, в начальной школе вы не знакомились с этой частью речи. Поэтому запомните, наречие – это часть речи, которая обозначает признак действия и отвечает на те же вопросы, что и обстоятельства. Где? Когда? Куда? Откуда? Почему? Зачем? И как? Нужно помнить, что наречия не изменяются. У них не может быть окончаний. Ну и примеры наречий. Громко, высоко, везде, вечером, сегодня, никак, мгновенно, спросонья, никуда, справа, впереди, издалека, пешком и так далее. Теперь давайте понаблюдаем. Это строчки из знакомого вам отрывка «У лукоморья дуб зелёный». Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Давайте зададим вопросы к обстоятельствам. Чудеса, где? Там. Леший бродит, где? Там. Это обстоятельства, выраженные наречиями. Русалка сидит, где? На ветвях. Это обстоятельства, выраженные существительным с предлогом. Следы, где? Там. Где? На дорожках. На дорожках это обстоятельства, выраженные существительным с предлогом. Итак, мы видим, что обстоятельства чаще всего относятся к глаголу, и существительные с предлогами чаще всего являются обстоятельствами. Вот русалка на ветвях сидит. Она сидит где или сидит на чём? Как отличить обстоятельства от дополнения? Дополнение обозначает предмет, на который направлено действие или орудие действия. Обстоятельства выражают место, время, образ действия. К обстоятельству можно задать вопрос, на который обычно отвечают на речи. Если к слову можно задать вопрос на речи, то это обстоятельства. Если нельзя задать вопрос на речи, то это дополнение. Мы можем задать вопрос «сидит русалка где?» На ветвях. Значит, это у нас будет обстоятельства. А теперь составьте предложение, используя данные слова. Запишите это предложение, подчеркните обстоятельства. Слова следующие. Штефан Великий находится в Кишинёв, в центр памятник молдавский господарь. У вас может получиться следующее предложение. В центре Кишинёва находится памятник молдавскому господарю Штефану Великому. Мы видим здесь грамматическую основу. Памятник находится. Задаем вопрос отсказуемого. Находится где? В центре Кишинёва. Это обстоятельства. Дополните текст обстоятельствами. Затем спешите, подчеркните обстоятельства. Какими частями речи они выражены? Здесь у нас много вопросов. Откуда, куда приехали школьники на экскурсию? Когда они как отправились куда? Где было очень как? Как заинтересовали ребят коллекции оружия и доспехов, а также старинные монеты? Экскурсия длилась два часа, и ребята как устали, но остались довольны. Подсказка, где были ребята, у вас на слайде. Итак, у вас могли получиться следующие предложения. Откуда из Бельц, куда в Кишинёв, приехали школьники, куда на экскурсию? Когда утром они как пешком отправились куда? В музей, где там было очень как интересно. Как особенно заинтересовали ребят коллекции оружия и доспехов, а также старинные монеты? Экскурсия длилась два часа, и ребята как устали немного, но остались довольны. А теперь расскажите о себе, ответив на вопросы. Предложение запишите, подчеркните обстоятельства как члены предложения, какова их роль. Я родился или родилась когда, где, живу где, когда, я поступила или поступила в первый класс. Я учусь где, у меня сколько друзей, мои друзья относятся ко мне как, мы любим гулять где. А теперь повторяем материал, который мы сегодня изучили на уроке. Тест, в котором сначала вы пишете большую букву, а затем выбираете номера правильных ответов. А. Выберите предложение, в котором есть обстоятельства. Первое. Медленно текут воды реки. Второе. Эти холмы зелены и красивы. Третье. Кривая береза привлекла наше внимание. Четвертое. Вещица была изящной. Б. Выберите предложение с двумя обстоятельствами. Первое. Весело звучат утром птички трели. Второе. Из леса доносился шум вековых сосен. Третье. Море яростно билось о берег. Четвертое. Внезапно мальчик вскинулся и быстро убежал. В. Выберите предложение, в котором нет обстоятельства. Первое. На рассвете дышалось легко и радостно. Второе. Маша в новом платье была ослепительна. Третье. Ярко горели фонари над головой. Четвертое. Мы всегда учим стихотворения наизусть. Правильные ответы. А. 1. Б. 4. В. 2. Итак, мы изучили с вами все второстепенные члены предложения. Мы знаем, на какие вопросы отвечают дополнения, вопросы косвенных падежей, определения, вопросы какой, чей и обстоятельства, где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как. Спасибо за сотрудничество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!